Украинцам показали, как выглядит Межигорье после бегства Януковича. Межигорье сегодня является национальным народным парком Украины. Оно занимает 140 гектаров и не оставит равнодушными любителей флоры, фауны, истории и архитектуры. Бывшая резиденция Януковича и поныне является туристической изюминкой неподалеку от Киевского моря, говорится в сюжете канала УР. Летом здесь работает детский лагерь, где младшее поколение учится играть в гольф и приобщается к живой природе совсем рядом со столицей. В праздники Межигорье принимает в среднем до 4000 посетителей в день. На территории есть ферма и зоопарк, гараж с ретроавтомобилями и сама резиденция. Так выглядит сейчас Межигорье, скрин-видео. В зоопарке живет около 1000 особей животных. Преимущественно это копытные, и некоторые виды занесены в Красную книгу Украины. Также много представителей пернатых, а озера заселены рыбами. Одни из самых известных жителей Межигорье – страусы. Здесь живут южноамериканские, американские и австралийские страусы. На территории парка прямо из рук можно покормить лебедей, уток и других птиц. Рядом с посетителями беспечно гуляют пятнистые японские олени. В теплице на территории Межигорье выращивают все – от помидоров и огурцов, до лимонов и помидоровых деревьев. Природа Межигорье, скрин-видео. Музей ретроавтомобилей состоит из коллекции экс-президента Виктора Януковича. Сейчас в гараже стоит 44 единицы раритетной техники. Коллекция ретроавтомобилей Януковича, скрин-видео. Время работы национального парка для посетителей – зимой с 8 до 17, а летом с 8 до 22. Стоимость билетов – 150 гривен, взрослый и 150 гривен, детский. Обойти за день территорию Межигорье невозможно, поэтому посетителям предлагают авто или велосипеды для передвижения. Ранее мы писали про экзотическую страну совсем рядом с Украиной, где можно увидеть каньоны, местную Сахару и даже подводный лес.